У военного госпиталя в Ахтубинске богатая история и славные традиции. За 65 лет в этом учреждении сменилось несколько поколений врачей и среднего медицинского персонала. Эти люди всегда отличались высоким профессионализмом. И поэтому события семилетней давности, когда госпиталь в Ахтубинске хотели закрыть, сегодня вспоминались болью в сердце. Тогда, благодаря усилиям многих людей, лечебное учреждение удалось отстоять. Благодаря жителям, благодаря герою России, генералу-майору, депутату Государственной Думы, благодаря миру города. Это дело отстояли. Уважаемые коллеги, действительно, 65 лет это серьезное время прошло. Ценные кадры у нас появились за этот период. Много ветеранов, ценных профессиональных кадров, которые умеют в свое дело в любую секунду отзываться и без всяких преград, даже в нерабочее время, прийти, оказать необходимую помощь. Наш военный госпиталь – это многопрофильное лечебное военно-медицинское учреждение. Закрытый контингент выше 13 тысяч населений. Я хочу выразить огромную благодарность сотрудникам. И у нас еще праздник двойней получается. Сегодня еще праздник Дня медицинского работника. Поэтому, уважаемые коллеги, я всем вас благодарю, во-первых, за присутствие, за огромную работу. Много добрых слов в адрес военных медиков прозвучало и из уст начальника ГЛЕЦ имени Чкалова. Герой России генерал-майор Радик Бариев поблагодарил людей в белых халатах за профессионализм и неравнодушие, а также выразил уверенность, что в будущем сотрудники госпиталя продолжит свою благородную миссию. Сегодня хочется выразить вам самые теплые слова и признательность за ту вашу недовкую работу, такую нужную для всех нас, потому что если все какие-то проблемы, что-то у нас случается, конечно же, мы в первую очередь обращаемся к вам за помощью. Мы всегда ее получаем, получаем квалифицированную. Я надеюсь, что так оно будет и впредь. Приехал поздравить коллег и начальник головного госпиталя номер 413 Расул Мусаев. Сегодня Ахтубинский госпиталь является филиалом вверенного ему лечебного учреждения, а потому поддержку Ахтубинским медикам полковник медицинской службы гарантировал. От лица руководства медицинской службы Южного военного округа, от лица коллектива Болгоградского военного госпитала, от себя лично, примите самые глубочайшие и искренние поздравления. Несмотря на все имеющиеся объективные трудности, своевременно оказываю в полном объеме исчерпывающую медицинскую помощь всех нуждающихся медикам. За это вам большое, огромное спасибо. Ахтубинский мэр на праздник к медикам тоже пришел не с пустыми руками, кроме ценных подарков отличившимся сотрудникам. Амангана Рузбаев припас, что называется, туза в рукаве. Сегодня для укрепления кадрового состава госпиталя, для привлечения медицинского персонала, администрация города выделяет для госпиталя две служебные квартиры до конца года. Вы можете их распределить у себя, и мы этих квартир вам подоставим. С праздником! Всего вам хорошего! В адрес военных медиков сегодня прозвучало немало слов благодарности, и большая часть из них досталась ветеранам госпиталя, которых коллеги никогда не забывают. После торжественной части мероприятия силами городского отдела культуры и творческих коллективов был дан праздничный концерт. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ